Итак, меня зовут Медведев Юрий, я из города Москвы. Занимаюсь распределенными нагрузками именно веб-приложениях и кластерными решениями уже порядка 10 лет. Я руковожу отдел администрирования таких проектов. И сегодня мы поговорим об InGinx. И в частности, как увязать InGinx с PHP-FPM, с менеджером процессов для PHP. Ввиду того, что все знают, из чего состоит обычный веб-сервис у рядового админа. Ну, что ставим? О питоне можем поговорить, но питон-то другое. Это будем про джанго и про руби можно говорить. Можно говорить про многое. Рядовой админ ставит что? Прямо рядовой сервер на дебине, говорит AppGetInstall Apache 2, вытаскивает за ним mod.php, вытаскивает MySQL, Percon, MariaDB, да что угодно. Какую базу данных, пасгресс тот же и прочее. Сейчас будет таск веб-сервер лучше. Что? Есть такой комплект, таск веб-сервер, он сразу ставит все необходимые программы для PHP. Зачем? Зачем? Зачем грабли? Зачем стрелять себе в ноги? Не стреляйте себе в ноги никогда. А потом начинается... У него было 10 пользователей, 20, 30. И начинаются странные вещи. 502 ошибки. Ну, я грубо говорю. У него начинается что? У него начинается переполнение буферов. У него утекает память. Чем лучше Nginx? Nginx это не совсем веб-сервер. Это кеширующий веб-сервер и реверс прокти. Соответственно, Nginx был разработан, считаясь как New Engine X, Игорем Сысоевым, очень уважаемым мной, уважаемым программистом. Вырос он из Rambler, когда гремел Rambler в свое время. Что? Он, во-первых, отлично обрабатывает статику и отдает статику. Ввиду того, что Nginx использует... Как раз... Можно уже слайд, наверное, крутить. Вот так. Это вот как раз первый тезис, что за зверь. А зверь — это маленький компактный браузер, извиняюсь, веб-сервер, который не перегружен никакими функциями. Структуру Apache мы можем подключать к нему модули. Модули к Nginx компилируются в исходный код. Вы хотите новый модуль, который нестандартный, который попадает в третью группу так называемых модулей, вам нужно пересобирать. Особенно для администраторов Linux. Но если вы не гинтушник, конечно. Тогда юсфлаги и вперед. Для FreeBSD все проще. Там нормально собирается из портов. Для Debian отдельная история. В стандартных репозиториях мейна Debian Nginx старый. Политика Debian неизменна никогда. Nginx будет старым. Пока они не подумают, что он действительно стабилен. Но не подумают уже долго. И не думают. Для этого непосредственно есть репозитории для CentOS и для Debian стабильные именно от разработчиков Nginx. Что касается PHP-FPM, если мы рассматриваем стандартную разработку, сейчас все любят PHP, не знаю за что, правда. В Debian также у вас PHP-FPM не будет. Ни за что. Либо testing, либо .deb. Но использовать .deb тоже надо с умом. А то будет очень плохо. Соответственно, метод обработки соединений. Как Nginx обрабатывает соединения. При запуске мы получаем мастер-процесс. Мастер-процесс ждет соединения от пользователя. Он за собой поднимает еще два процесса. Ну, два, три, четыре, пять. Сколько вы захотите. По большому счету. Это все регулируется из конфигурационного файла. Вот. Ждет мастер-процесс, что пользователь что-то спросит. При прихождении запроса от пользователя он прокидывает на свой дочерний процесс и дальше идет выполнение. Метод обработки экспериментов зависит от платформы, на которой работает Nginx. Для Linux с версии ядра 2.6 это E-Pol. Метод обработки до 2.6 был E-Pol. Ну и там ряд функций. Для Freebase Day это Conquit. Тоже метод обработки. Рабочие процессы. Вот основное отличие Nginx от Apache. Он не платит. Допустимые процессы. У вас сколько стоит процесс? Обычно я ниже потом скажу. Сколько ставится и как. Рассчитывается количество соединений воркеров в Nginx. Ну вот. Это стандартная заготовка виртуального хоста. Мы объявляем сервер, на чем он слушает. Либо порт, либо IP плюс порт. Серверный. Стандартно все любят. Example.com. Ну и далее. Соответственно, что происходит, когда пользователь запрашивает? Приходит запрос именно. Nginx, мастер процесс. Проверяет именно непосредственно серверный, на что это похоже. Вот у вас пришел example. Он видит, да, вроде похож на example. Значит, я буду работать с этим виртуальным хостом. Что происходит, если у вас несколько виртуальных хостов, и запрос, который пришел, да, резовывается в ваш адрес, но его нет, нет конфигурационного файла, нет такого виртуального хоста. Используется хост по умолчанию. Хост по умолчанию выступает первый подключаемый по имени. Либо вы можете использовать в имени дефалт. Если стоит дефалт, Nginx видит, говорит, да, это мой хост по умолчанию. Я с ним буду работать, если не совпал ни с чем. Такое очень удачно для SEO-шников особенно. Если у вас несколько сайтов, и, не дай бог, какой-то конфиг потерялся куда-то, либо вы пролинковать его забыли, смотря какая у вас структура. Об этом можно тоже долго говорить. Соответственно, назначите что-нибудь по умолчанию. Хотя бы какую-нибудь заглушку. Если у вас перелинкование начнется именно с сайта, у вас могут ссылочки немного потеряться между собой. Так, я путаю. Извиняюсь. Ну, сейчас мы будем уже непосредственно о конфигурации. Так, стандартная конфигурация. Стандартный конфигурационный файл после установки у вас Nginx.com. Соответственно, в Nginx.com у нас указывается что? Ну, там уже есть набор полей. Мы должны указать worker-процессы. Worker-процессы — это сколько дочерних процессов мы получим после старта Nginx. Time-резолюшн — это уменьшим именно ответ. Так, worker-limit-no-файл. Соответственно, это как и функция в Linux. Изменяем число, количество открытых файлов в системе. Уже непосредственно для Nginx. Аналог ULIMA непосредственно. Выбираем метод соединения. О методе соединения нужно сказать следующее. Благодаря алгоритму обработки соединений, который сделал Игорь Сысоев, в Nginx, если мы не указываем, что использовать, там use e-pol, use conquer, use-pol, Nginx будет определять, какая у вас непосредственно операционная система и выберет наиболее оптимальный. Если несколько методов, будет работать наиболее оптимальный. В принципе, для Linux не надо изворачиваться, используйте e-pol. Worker connection. Worker connection это самый бич в настройках, именно ввиду того, что это количество, сколько один worker будет обрабатывать соединения. Максимальное количество непосредственно. Так, это то, что... Но нужно сказать сразу, что не все. В конфигурационном файле очень много настроек, очень много ограничений, использование zip, использование сет файлов, о которых я тоже буду говорить, и чем вообще, когда нужно это использовать. Не всегда надо все засовывать именно в Nginx.com, именно в глобальный верш для сервера. Иногда, если рачительно для каких-то... И нужно для виртуальных хостов делать отдельные настройки непосредственно, чтобы пользователи соседних виртуальных хостов не пострадали от ваших изменений. Если вы сделаете... Принудительно zip включите в Nginx.com, а у человека там на сайте zip вообще противопоказан, у него разъедется. Либо у него начнется плохо отдаваться статика. Ну, с чего начать? Сейчас будем начинать. Вот. Это стандартная вещь. Красиво, прекрасно. Выглядит просто прекрасно. Это не такие ужасные файлы. Я вот честно скажу, я противник Apache. Он не нужен. Он ни разу не нужен. Почему появился Nginx? Есть такая проблема 10 тысяч соединений. Непосредственно. Эту проблему решает Nginx. Ну и Light. Light это ТПД. Вот. Соответственно, что такое проблема 10К? Проблема 10К это была... Извините. Проблема 10К это проблема 10 тысяч одновременных соединений. Ну, мы говорим что-то с микрофоном, кстати. Проблема 10 тысяч соединений. Когда она появилась, это было начало 2000, середина 2000. Это говорилось об одновременных 10 тысячах медленных соединений. Соответственно, Apache в любой конфигурации, в любом кластере, пусть там балансировка используется на хапруксе, на всяких там цисках и джуниперах, это падало. Появился Nginx? Отлично. Он не создает дополнительных процессов. Он пытается обработать именно тем, что у него есть. Эта проблема сразу ушла. Но, опять же, Nginx, он не умеет работать с динамикой. Его задача получить запрос, посмотреть, это статика или нет, и кинуть на… Либо, если это статика, отдать напрямую, или, если это динамика, пробросить на backend. Я вольт. А почему Apache отдает статику медленнее, чем Nginx? А вот об этом мы сейчас и будем говорить. Вот на примере вот этого маленького файлика. Собственно, это самый маленький конфигурационный файл, в котором всего лишь будет… Что в нем есть? В нем будет объявлен хост, ну и две локейшн, ну, три локейшн даже. Вот. Соответственно, мы объявляем виртуальный хост. Ну, называем его localhost, будет слушаться на 127.001 стандартно. Root. Соответственно, где у нас что лежит? У нас… Это документ root. У нас вот в Rvvv localhost лежит в сайт. Какой-то сайт. Все равно. Индекс. Этот конфиг нужен для того, что Nginx понимал, что файл индекса называется индекс. Ну, вот у него такая любимая причуда. Location касая. Любимая локейшн многих. Это непосредственно кори нашего сайта, при котором в запросе будет проверяться. Вот что вот это написано, такая для многих может быть абракадабра. Здесь непосредственно описано что? То, что у нас все, что с расширением PHP похоже, будет обрабатываться уже не Nginx, а будет пробрасываться на backend, который обозвали fast-cgi-path. И работаем мы на Unix-сокетах. Не будем работать на TCP-IP, будем на Unix-сокетах. Соответственно, что в локейшне PHP есть? Include fast-cgi-params. В корне Nginx'а лежит такой файлик, в котором описано, как работать с fast-cgi-сервером. Fast-cgi-path непосредственно указывает, куда мы будем пробрасывать. А PHP мы поговорим ниже, но вот здесь как раз указан сокет, на котором работает PHP. Нужно указать параметры обработки, что у нас скрипт файл-нэйм, переменку отдаем документ root, что у нас вот эта переменная есть, и при запросе скрипта мы будем идти от именно root. И замечательно на локейшне, вот самая нижняя, не знаю, там всем видно, не видно. Что она обозначает? Что у нас, если есть расширение GIF, JPG, PNG, из папки root, будем отдавать напрямую и еще кешировать 30 дней. То есть у нас expire-time будет стоять 30 дней. Соответственно, почему отдает, непосредственно отвечаю на вопрос, почему отдает NGICS быстрее? Соответственно, когда мы начинаем запросы, запрос к сайту, допустим, запрашиваем индекс PHP, мастер-процесс прокидывает на child, мы пробегаемся, он пробегается по всему конфигу, первое, что совпало с запросом, локейшн выполняется. Соответственно, здесь понятно, мы пробрасываем на back, мы получаем там динамику, обработали ее, что-то сделали, что-то записали в базу, прочитали и так далее. Если мы запрашиваем статику, NGICS видит, что у нас идет из статики, он берет вот этот файлик, локейшн, отдает напрямую, используя send файл, это функция непосредственно ядра, которая без, точнее, это функция операционной системы, которая без дополнительных расходов, не используя ядро, отдает и получает из юзерспейса непосредственно операционной системы. Следовательно, при следующем запросе мы получим, что у нас используется кэш, следующий запрос еще быстрее выполнится, это всегда будет 0.1. При обработке статики, при использовании кеширования, именно кеширования на NGICS, статическое кеширование, мы не говорим сейчас про кеширование динамики, которое тоже есть. мы получаем прирост производительности, даже если вы не используете PHP FPM бэкэндом, даже если пробавиться на Apache, вы получите, что статику вы отдаете пользователям намного лучше. И стоит оговорить. Apache? У него есть модуль кеширования. У него есть пристроение операционной системы. Ну, он будет кешировать в файловой системе. Вы какую файловую систему хотите использовать? В Linux, чтобы она умела хорошо кешировать. В Linux таких нету. Какая? В ДРФС. Спасибо, не надо. Она рушится. Если бы в Linux была бы ZFS, и не было бы проблем непосредственно с авторскими правами и лицензией, под которой работает ZFS, мы могли бы из Apache отдавать хорошо, использовать кеширование, RAID Z собрать, кеширование на SSD положить. Было бы шикарно. FreeBSD это есть. В Linux ZFS никогда не будет. Вы можете использовать Fuse, наступить на грабли. Тогда что мешает взять FreeBSD, собрать RAID Z на нем, поставить на него Apache? Хорошо. А какой объем трафика мы будем обрабатывать? Давайте представим, к нам пришло 100 пользователей. 100 пользователей запросили длинные скрипты, тяжелые скрипты, запросили статику. У нас еще на странице используется куча javascript. Мы открыли 100 соединений, начинаем обрабатывать. Мы на каждое соединение, кто помнит сколько Apache, на каждое соединение берет оперативной памяти. Стандартно. Это минимальное. Смотрите, минимальное. Даже при самой убогой сборке Apache, самой маленькой, мы получим 8 мегабайт оперативной памяти. 8. Мы накручиваем модули, начинаем что-то конфигурировать, мы получаем еще больше. И вот это разрастание, ну, когда 10 человек на сайте, у вас посещаемость никакая, вы отдаете какую-нибудь новостную ленту, которая тоже нагрузку не требует, Apache может выжить, я не исключаю это, по крайней мере. Но когда вы начинаете за сутку переваливать, у вас еще подъедает база данных, а если неправильно настроен на msql, всем известно, что это будет. И как это будет плохо. С Postgres чуть получше, но тоже надо уметь готовить. Тут уже про безопасность говорили. Оно кешируется. Оно кешируется. Понимаете, мы будем копировать, не используя send-файлы. В Nginx используется send-файл. То есть есть юзер-спейс, есть ядро. Когда мы используем через стандартные функции, мы засовываем в ядро, достаем из ядра. А send-файлы сразу в юзер-спейс, и юзер-спейс отдает обратно. Записывает, читает напрямую. Ядро не участвует. Мы выигрываем производительность, мы выигрываем ресурсов. Тут, да. В каком году у вас нашелся в 2012-м, насколько помню. Ну да, давно я много посмотрел. И Gluster, и Cypher, и много чего интересного. И Galera. Что с безопаской send-файл? У него там все шикарно. В этом плане. По сравнению с Apache, Apache до сих пор подвержен такой виду атака, как Slow Request. Да, Slow Request она называется. То есть мы порождаем много соединений, забиваем полностью cp-ip-стэк, и вешаем нафиг систему с одного компьютера. Просто. У NGX чуть получше с этим. Как уже говорили, есть такая настроечка per-ip. Но стоит оговориться, что per-ip использовать нужно именно с персекундом. Сколько в секунду должно прийти с одного адреса. Если вы ограничите напрямую, с одного адреса придет там 10 соединений, кто сидит за серыми адресами, за проксиой, упрется, его залочит. И он там уйдет далеко и надолго. Соответственно, у NGX используется именно лимит зоны. Можно сервер ограничить, можно ограничить location. В этом уже ограничить скачку, допустим, с одного соединения. Есть такая вещь на будущее. Кто пользуется даунлодерами всякими, он открывает кучу соединений к вашему сайту. И непосредственно ваш сайт может растащить. Извините. Что еще с безопасностью? Ну, стандартные проверки можно делать на хост, на юзер-агент. И с этими, с помощью регулярных выражений делать что угодно. Писать файлик. Использовать встроенный перл. Кто не боится использовать перл. Да, в NGX можно конфиг писать на перле. И программировать конфиг на перле. Прекрасно смотрится и в принципе уже из бета выводит. Вот. Что еще он имеет? Ну, стандартное закрытие на пароле, как умеют и Apache. Стандартные ограничения по адресам с помощью ау. Ау либо IP-адрес, либо вся подсеть, либо весь мир. И о всем остальным Дэнни сказать. У него в принципе тесты показывали, вот буквально уезжая в пятницу, я доделал нагрузочный тест с помощью Цунга на виртуальной машине. Виртуализация, сразу скажу, в январе. Кластер на виртуализация. Виртуальная машина 4 гига оперативной памяти, два виртуальных процессора, 100 гигов виртуальный жесткий диск. Такая средненькая машинка, тестеровская. На ней симфония, написано приложение на симфонии. NGIN с фронтом, бэкэнд, PHP, FPM. К сожалению, MySQL называется. Мы тестировали нагрузку в течение дня, с 9 часов утра до примерно 4. У меня каждые 8 секунд приходило на сайт порядка 10, нет, вруне 10, тысячи человек. Они проходились по сайту, обычный тест-кейс. Ну что, первые 3 часа было все отлично, потом немного снизилось производительность. Посмотрели, нашли. Была очень веселая вещь, что там капча генерировалась, когда не надо. Ну, пофиксили. В принципе, выдержала такую небольшую нагрузочку, но это уже еще невысокая нагрузка. Далее. Вот. Вот он этот зверь. FPM. Что он умеет? Ну, основная проблема PHP в чем? Его масштабируемость. Она ужасна. Что еще? Ну, это менеджер менеджер процессов, непосредственно связанными с PHP. Что он умеет? Продвинут управление процессами с корректировкой. То бишь, если у нас дочерний процессор рухнул, он поднимет его заново. Возможность запуска воркеров. Он может запускать воркеры. У него так же, как у Injink, архитектура примерно построена под отдельным пользователем, с отдельным уидом, гуидом и непосредственно в песочницу закрыть, чтобы никто оттуда не вылез. Вот. Так же разные PHP-ini можно использовать. Он использует свой PHP-ini. Причем в пуле можно указывать непосредственно отдельно конфиги, какие нужны там PHP-шные именно из Injink. логирование потоков, слово request, спокойно ускоренная загрузка, которая ее допиливает и пилит, пилит, пилит. Так, ну, в принципе, на сайте PHP-FPM.org много указано всего вкусного, что там есть. Это тоже российская разработка. Написал очень интересный разработчик Андрей Нигматуллин, насколько помню. Да, Нигматуллин, точно. Вот. Она решила много проблем. Допустим, PHP-FPM в свое время спасло Баду. Знаете такую вещь? Баду? Баду. Нет, это не самсунговская операционка, это уютненький сайт знакомств, который у нас не пользуется популярностью, но за границей его любят, оказывается. Много оттуда чего вышло, мониторинг PHP, как раз FPM был написан для них, когда они начали упираться в нагрузку. Вот. Это как раз вещь для нагрузки. Сейчас будем рассматривать пул. Ну, любую конфигурацию, любой сервис удобно сопровождать, когда у вас есть основной конфигурационный файл, и к нему куча инклудов, разных виртуальных хостов. Здесь также, причем я сразу оговорюсь, вот это я очень погорячился. PM Max Child 200, это я погорячился. Ну, это, в принципе, конфиг такой, средненький. А он умеет держать на ней процесс соединения? Я сейчас расскажу, как он обрабатывает соединения. Он фактически обрабатывает соединения непосредственно как Nginx. У них очень схожая архитектура, не знаю, кто кого, о, еще и слэш забыл. Вот так. Собственно, мы в основном конфиге указываем мало чего. Он называется php pm conf. Там надо указывать, где у нас логи будут храняться, там pit, но обычно они по умолчанию оставляются. Не так интересно. Главное добавить строчку, откуда инклудить будем конфиги. Обычно это там pool d, conf d, ну, обычно pool d. Вот. Объявляем pool. Ну, я его назвал pool. Он так будет светиться, именно когда скажете pf минус aux, там, grab php, он будет у вас там висеть, как pool называться, именно. Листен. Куда мы будем, как мы будем работать? PHP, FPM имеет работу на TCP, IP и непосредственно на сокетах, на Unix сокетах. Я приверженец использовать Unix сокеты. Во-первых, это стабильно, меньше накладных расходов. не надо там упираться в TCP, IP. Листен. Листен Backlog. Это вещь, которая мы не ограничиваем запись логов. Мы не будем смотреть, что там мы можем написать 10 гигов, 20 гигов. Для этого есть у нас утилиты непосредственно операционной системы, которые подрежут нам логи. User Group. Вот это тоже интересная вещь. Как я уже говорил, User Group. PHP, FPM умеют работать от разных пользователей. Здесь у Unix у меня работает от VVV Data. Это стандартно в принципе для демиан подобных операционных систем. Группа VVV Data, PM. Как у нас будет работать пул? Здесь именно динамический пул. Соответственно когда они будут схватать воркеров будет подниматься дополнительное. Max Child, то что я уже говорил, что я дико погорячился, что если программисты, да простят меня программисты, где-нибудь накосячили или что-нибудь сделали, то у меня я получу, что у меня запускается 200 дополнительных воркеров. Ну вот где-нибудь просто цикл завалился и мы получили 200 воркеров, сервер начал тормозить, тупить и начали все бегать в панике. Такое возможно. В принципе эта настройка именно Max Child надо смотреть конкретный сайт. Какая у вас нагрузка? Ставите в начале 20 его и смотрите. Если не упираетесь в Max Child, если у вас как раз Bad Gateway не вылетает, все отлично. Если начинает вылетать, уже начинаем смотреть. повышать до тех пор, пока мы сравняемся с нагрузкой, а лучше чуть-чуть с запасом. Ну в принципе 50 Max Child достаточно для многих. Для сайтов в принципе для CRM многих и тот же WordPress без оптимизации будет работать хорошо. Вот. Старт сервер. Сколько будем стартовать серверов? Это имеется ввиду сколько именно нитей пулов мы создадим. Мы сейчас создаем 8 пулов. Пулы они называются. Мы создаем 8 пулов. У нас при старте будет 8 процессов PHP и мастер процессов, которые будут разруливать и решать, что с его ребенком случилось. Старт сервер вообще его надо рассчитывать. Не с головы брать, а в принципе рассчитывать. Мы должны задать минимальный максимальный SPR сервера, в принципе вычесть и разделить на 2. Сложить, вычесть и разделить на 2. Непосредственно я вот честно скажу, я эту формулу все время забываю, что из чего вычитать. я подсмотрю. Минимальные серверы. Так, короче максимальные серверы. Максимальные серверы вычитаем минимальные, мы получаем 8, прибавляем старт сервера, прибавляем опять минимальные, получаем 16, делим на 2 и получаем 8. 8 достаточно для вот таких максимальных и минимальных SPR серверов. Так, PM MaxRequest Да, не я это придумал Вот не знаю, вот честно Не могу, вот на это я не могу ответить Я уже по наитию ставлю Я начинаю, в принципе Я так начинаю 8.8.16 Да, я вот этот прикол Понимаю, самый веселый MaxRequest За сколько у нас должен ответить Скрипт? Ну тут тоже Сами знаете Все зависит от того, как пишется Это все Да, это секунду 2048 секунд Request slow time out Это вообще еще веселая вещь Ну помогает, по крайней мере Для отслеживания, какие скрипты у нас работают Медленно Именно 10 секунд Что если скрипт не ответил 10 секунд Мы запишем вот сюда Slow lock Здесь будет именно lock ошибок Catchworker Output Будем ловить ошибочки Envy Вот это вообще замечательная вещь Здесь мы можем Передать любые переменные Из операционной системы Непосредственно будут PHP Я здесь непосредственно передаю Hostname Которая получается из переменки Hostname Где у меня лежат бины Вот Временную папочку Временную директорию Именно где темпка Где темп-директорию В принципе я там буду хранить сессии Пусть в темпах живут Темп, отдельно темп Вот знаете Был такой случай Не указал отдельно переменку темп И у меня половина скриптов Почему-то потеряли ее Теперь все время указываю OS-type, match-type Соответственно Что за операционная система И ее архитектура Так Где Темп-тем Вот Вот формула-то Вот я Вот Ну Скобочка Конечно Скобочка Я забыл, что я сделал такой Слайд Чтобы на словах Это не забыть Не сказать Это причем написано Из официальной документации Взято Честно В принципе Давайте Пытайте Максимальное? Ну максимальное Задается как раз Максом У меня Смотри вариант У меня Я просервер Можешь, чтобы тебе не больше 20% В полиции И шло у вас по кафе Куре Конкретно И как мне определить Сколько памяти Будут потребляться Один обработчик Один обработчик Примерно Примерно При среднем скрипте Берет 100 мегабайт Но Мне не нужно Максимальное 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 То, что я Своими глазами Видел 200 Это максимальное 2 гига 2 гига? Да, я думаю 2 гига А Сайз КТЛ Мы настраиваем? Ну там есть Передается переменка Из php.ini Max Memory Да, как раз Можно для конкретного Пула Есть там Именно Передача И запись php.ini Там Set.admin Будет Именно там Memory limit Указывается там Можно Еще А у тебя есть Какие-нибудь тесты Производительности Куда Jim стоит Передоплач Стоит Из MMCash Напрямую Он может Подключаться К MMCash Серверу И забирать Оттуда А Sphinx Пожалуйста Вы можете Sphinx вообще Запустить В режиме Протокола MySQL 4.1 И обращаться К нему Как к MySQL Серверу Делать Селектики Инсертики Даже Мультиинсер Ответил Пожалуйста Sphinx умеет Еще Реалтайм Индексы Делать Налету Перестраивать Без Переиндексации Нет Там будут Передаваться Именно Переменные Мы Вытаскиваем Все переменные Из Среды Такая IPшник Будет Не передаваться Если у вас Инджинк Стоит Фронтом За ним Инджинк Еще один И потом Уже PHP Такая проблема Будет Но решается Модулем Real IP Он стандартный Проблем С пробросом На бэкэнд Именно Адреса Переменных От пользователей Не будет Ни разу Не было Еще Да Если Если Пишется На Патчи Реально Легко Вести На Инджинс Какие Будут Проблемы Проблемы Что Первая проблема Переписать Реврайт Да Вот Это У многих Пугают Реврайты Инджинкса Но Во-первых В документации На Инджинкс Конф И виках Инджинкса Есть пример Как Как мы Переводим Реврайт Как мы Реврайт Есть Несколько Сайтов Даже Которые Вы Загоните Аксесс Реврайт Апач Получат Инджинкс Не всегда Оптимальные Но Это Одна из проблем Одна Единственная Практически Честно Пробовал Знаете Такая вещь Вещь ОТРС Веселая вещь Я писал На Первый Раппер Он Работал По По сокету Стоит И Джинкс Фронтом Пожалуйста Работает Тот же Вордпресс ДЛЕ И прочие Там Дрюпал Прекрасно Работают В связке HPFPM Фронтом И Джинкс Даже Варниш Можно сюда Еще добавить Такого Монстра Если нужно Конечно Зачем Сквит Использовать Разные вещи Сквит И Варниш Варниш Это кеширующий Сервер Сквит Это прокси Сервер Варниш Это кусок Сквида Когда нагрузка Больше 10 гигабит Использовал В одном из Проектах Когда Распространялась Поток Спортбокса Именно Видео Ондемант Спортбокса Кеширование Было на Варнише Делали Насколько я помню Это 2011 Год был Варниш Хорош Но у него Есть плохая Вещь Когда большая нагрузка Он у него потом Сносит голову Ему очень плохо Становится Его надо Перезапускать Будет Депло И все Вот Там у меня спрашивали Про Руби Руби тоже Прекрасно работает Джанго Тоже прекрасно работает Сразу скажу Если питончики Если питончики есть Пробую Можно И работает И работает Как видеосервер Прекрасно Правда В один поток Мы сейчас Уже много Что сделали HLS HDS Тоже Дает А SKS Не пробовал Просто У программистов Сделал очередной Виртуал хост Этот скрипт Подхватывал Данный Виртуал хост И отслеживал Полностью По нему Информацию Какая Сколько Памяти Он кидал И так далее И сделал Это в график Для запекса Таким образом Постоянно Был контроль За потреблением Памяти И как Это все Обрабатывалось Ну это нужно было Для начальства Для различных Вопрос в чем Вопрос в чем В NGIF Как автоматически Будет добавляться То есть Вот скрипт Как для NGIF А почему он Пожалуйста Вам достаточно Переменные Вы можете Вот этот Верход Который я Примерно Привел Там же У нас будет Меняться Только Сервер По факту Правильно же Насколько я понимаю Это домен Будет там Третьего уровня Какой-то Вася Петя Маня И прочее Вот Пожалуйста Вы можете Переменами Передавать IP адрес И прочее Просто я Не совсем Понимаю Смысл А почему Не использовать Папит Или шеф Или автодеплоя Или у вас Такие маленькие Объемы У меня Срок программистов Был У меня Забикс Постоянно Все Ну просто На Забиксе Да У меня Тоже Забикс Используется Там Мониторится Инджинкс Много Чего Мониторится Но вот Именно по Конкретному Вопросу Да Вы можете Скрипт Просто Передавать На баше Спокойно Прям Доллар Один Доллар Два Доллар Три Пожалуйста Он съест Это И там Достаточно Подложить В сайт Enable По аналогии С Apache Сказать Инджинкс Релуат Забикс Это умеет Спокойно Выполнить И все Виртуальный Хочется С нами Новый И там Сколько Либо Симлинк Туда Положить Как Кому Интересно Потому Что Допустим Виртуальный Хаст Это Сайт Enable Конфигурации Это ConfD Вот Include Делайте У меня Еще Есть Нет Все Вот Давайте Последний Вопрос Вопрос Касается Авторизации Комогрючан Если У нас Отлично Поддерживает Встроено Полностью SSL Поддерживается Полностью Плюс Поддерживается Speedy Еще Не сталкивался Честно Вы знаете Если Смотреть Его Документацию У меня Я В принципе В PDF Кути Расконвертировал Мне Не понравился Perl Какой Используется Очень Тяжело Было Один Проект Перла Переводить Именно На Injin Чтобы Не Использовать Раппер Не писать Отдельный И прочее Прочее А что Он не умеет Я даже Не знаю Честно Так Я еще Хочу Добавить Что Кроме Перла Есть Еще Один Способ Писать Модули Для Injin Сейчас Способ Уже Далеко Не Бета То есть Продакшн Рейд Называется Модуль Injin Кложер А Можете Найти На GitHub На Вязку Да Да На Гите Лежит Писать Сейчас Последние Версии На Груве И На Java Тоже Inline Код Либо Подсоединять Модули Значит Писать Реврайт Молис Писать Просто Напрямую Хендлера Неки Писать Бамастер Пример Очень удобно Использовать В микросервисной Архитектуре Когда У вас Много Разных Сервисов Все Трачат Наружу И На Каждый Организовывать Аутентификацию Это Плохая Идея Можно Сделать Аутентификацию Например Интерсептором В виде Injin Скложе Написать И Он работает С кэшем Сессии И прочее А сервисы Работают Уже С Доверенных Запрос Например И Директ Мемори Оперейшн Есть С Жемьем Значит И Зерок Работает С Ресурсами Которые Контролируются Используют То есть Это Отличный Модуль Сейчас Я Понимаю Не Бэт Я Не знаю Я Продакшен Не Использовал Честно Не Использовал Продакшен Не Применял Вот Знаю Есть Такая Отчет Есть Ну Посмотрю Если он Уже Не Бета Тогда Есть Смысл Попробовать Почему Б и Нет Вот Потестировать Хотя бы Нагрузочку У меня Два Человека Молодой Человек Который Я Любил Помучить И Вот Вы Пожалуйста Вы Только Не Поделитесь Так Кому Интересно Пишите В принципе Вот Внизу Моя Почта Я Обычно На почту Отвечаю Быстро Почту Да Вот Я Люблю Так А Презентации Можете Скачать Все Презентации И Видео И Фото Все Это Будет Публиковано Да На Вашем 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 На Хабре Кене Open Никс Насколько Помню Не помню Я туда Иногда Захожу Почитать Да Круто На Меня На Меня На 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 Хайло Иногда На На Вечеринках Бывает На Вечеринках Вот Пишите Звоните Высылайте Деньги Крупными Куперами Да Это Кусок Алюминия Нет Нет Здесь Мак Стоит На Другом Генту Стоит Я Честно Скажу Никому Не хочу Обить Я Не люблю Я Люблю Генту Из Аквари Спасибо Спасибо Затем Прием Отлично Стоит Стоит Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует